Депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси приняли в первом чтении проект закона об альтернативной службе. За ходом обсуждения положения нормативно-правового акта в парламенте наблюдал Андрей Соболевский. В основу документа положен опыт Германии, Австрии, Швейцарии, России, где для призывников, кому религиозные убеждения не позволяют брать в руки оружие, созданы особые условия. Принятие такого закона необходимо, но, еще раз говорю, таких лиц по опыту было немного число. Генеральным штабом сейчас прогнозируется до 80 человек. Возможность пойти на альтернативную службу будет предоставляться мужчинам от 18 до 27 лет. Для них порядок призыва изменен. Он должен не только заявить, но еще и объяснить и доказать. Ведь каждый призывник может прийти и сказать, что я не буду служить, потому что я не имею права. Принимаются различные доказательства. Это могут быть и священнослужители, это могут быть какие-то документальные документы, факты, кадры. Длиться альтернативная служба будет в два раза дольше срочной. Для молодых людей без высшего образования она составит три года. Для выпускников вузов два. Работать они будут шесть дней в неделю с ежемесячным денежным довольствием, полтора бюджета прожиточного минимума. Определенный перечень организаций, в которые в первую очередь будут направлять альтернативщиков. Это прежде всего больницы сестринского ухода, хосписы, дома-интернаты. Там, где штаты достаточно небольшие, а руки всегда нужны. Законопроектом предусмотрено повышение денежного довольствия по мере увеличения срока службы, а также предоставление отпуска. Раз в год сроком на 10 суток. Столько же, как у солдата-срочника. Альтернативная служба – это вид службы. Поэтому ограничения, которые накладываются на людей, которые выбрали альтернативную службу, они полностью скоррелированы с теми ограничениями, которые накладываются на граждан, проходящих срочную военную службу. Конкретно там тоже один к одному у них есть ограничения, что нельзя заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу, приостанавливается членство в партиях. Вполне возможно, что готовый документ будет несколько другим. Его еще предстоит принять во втором чтении в Палате представителей и одобрить в Совете Республики. Разработчики закона об альтернативной службе преследовали важную цель. То, что много лет велось разговоров, но не принимался данный закон. Но в разъяснении данного закона своим коллегам-депутатам я пояснил, что альтернативная служба не должна быть более привлекательной, чем срочная военная служба. И в сегодняшних условиях развития международной обстановки подготовленный мобилизационный резерв является основным сдерживающим фактором военной безопасности нашего государства. По мнению законодателей, после всесторонних доработок и согласований механизм альтернативной службы заработает не ранее второй половины 2015 года. Продолжение следует...